Всем привет! Меня зовут Алина и сегодня я снимаю видео по тегу My Closet Confidential. Я расскажу вам о своем гардеробе и отвечу на те вопросы, которые есть в этом теге. И первый вопрос, это самая старая вещь в моем гардеробе. Самая старая вещь, это, наверное, такой вот пиджак грязно-розового цвета. Он из фирмы Next в шестом размере. Когда у меня появился этот пиджак, фирмы Next еще в России не было. И, насколько я помню, я училась где-то в классе в седьмом, может быть, даже в шестом. Мамина подруга занималась поставкой одежды из других стран. Она скупала мешки с одеждой, мультибрендовые, которые я уже дальше продавала через своих друзей. Ну вот, как-то такой мешочек попал и к нам, и я там очень знатно покопалась. Мне там подошло очень много вещей, я нашла прикольные, уникальные вещи, правда, которые уже вышли из строя. Но, тем не менее, этот пиджак остался, он очень хорошего качества. Здесь такая вяленая, ну, похоже на такой материал, как будто валенки. Вяленая подкладочка, хорошая стоечка, хотя пиджак стиранный, но подплечники очень хорошо держатся. В общем, пиджак крутой. Не знаю, как сейчас пиджаки в Next, я особо в этот магазин не захожу. Но, в общем, иногда, подо что-нибудь я его до сих пор и одеваю. И второй вопрос. Это самая новая вещь в моем гардеробе? Буквально несколько дней назад я вернулась из Бельгии, где купила эту самую вещь, которую теперь я себя, собственно, и не снимаю. Это такая шляпка. У нее красивые поля очень, за что я ее люблю уже безумно и не снимаю вообще. Когда выхожу на улицу, всегда ее одеваю в последнее время. Она не деформируется при намокании, что для меня очень важно. Единственный ее минус, она очень неприятно пахнет, когда она намокает. Ну, точнее, когда она начинает сохнуть, такой запах. Если вы знаете, как пахли мокрые советские валенки, тогда вы поймете, о чем я говорю. В общем, шляпа очень классная. У меня, на самом деле, сохранилась этикеточка, но здесь написано только Романа. Я не знаю, фирма это или нет. Я поищу, и если я найду на нее ссылку, то обязательно оставлю внизу. И третий вопрос про самую дорогую вещь в моем гардеробе. И здесь у меня будет две вещи, потому что стоили они дорого и приблизительно одинаково. Это такие сапожки от Марк Джейкобс. Они очень качественно выполнены, просто обычные кожаные сапожки на таком маленьком трехсантиметровом каблучке. Здесь выполнены такие заклепочки золотые и сверху тоже. И вторая вещь, это такая черная сумочка от Майкл Корс. Обычно их классическая сумка Хамильтон в черном цвете, золотой замочек. Вот внутри одно отделение на молнии, здесь два отделения под мобильный телефон или еще что-то положить. И с другой стороны тоже такие два отделения, два кармашка. Ну, сумка очень удобная, я ношу и не нарадуюсь. И самая дешевая вещь в моем гардеробе, это кофточка, которая мне очень нравится. Мне нравится, как она на мне сидит, мне нравится, как она смотрится. Такая золотистая, полупрозрачная. На самом деле мне нравится материал, потому что он смотрится достаточно дорого. В общем, купила я ее за 400 рублей, по-моему, или даже за 350 на распродаже в H&M. Очень классная, у меня на самом деле кофточка такая в двух цветах, но это мне нравится больше. И пятый вопрос, это самая выгодная и удачная покупка. И здесь у меня будет две вещи, и обе покупки я совершила этим летом. Первая, это такая сумочка от Moschino. Мне кажется, она очень красивая, мне нравится, и она, в принципе, отвечает всем моим запросам. У нее удобная ручка, ремешок с цепочкой. Единственный ее минус, это то, что в ней внутри нет кармашков никаких. То есть здесь просто такое сплошное отделение. Но меня, в принципе, это не особо смущает. Сумка очень классная. Тем более, что купила я ее где-то за 60 евро на распродаже. Мне очень повезло, я довольна, как слон, и таскала ее все лето напролет. Вторая покупка обошлась мне приблизительно во столько же. Где-то 69 евро, если я не ошибаюсь. Плюс мне вернули Tax Free. Так что они безумно удобные. Это самые удобные балетки, которые я когда-либо носила. И эти балетки от фирмы Burberry. По-моему, очень удачная покупка. За 60 евро, мне кажется, в Москве можно купить балетки только в зале. А здесь такие прекрасные, мягкие, классные балетки. Они очень качественные, очень удобные, мягенькие. Поэтому я очень довольна этой покупкой. Следующий вопрос. Назови вещи своего гардероба, которые все ненавидят, но тебе она очень нравится. Ну, вообще, я могу сказать, что нет, наверное, ни одной вещи, которую поголовно все ненавидят. Или, по крайней мере, кто-то все-таки льстит нам. Кто-то говорит правду в глаза. Кто-то предпочитает промолчать. Поэтому сложно обобщать. Но я могу сказать, что есть человек в моей жизни, который мне всегда говорит прямолинейно. Что ему нравится, что нет. Это мой молодой человек. Самые мной любимые фасоны платьев. Это платье с раскрешенной юбочкой. И люблю я их нежной любовью. Обожаю их таскать. Я считаю, что они мне очень идут. Но мой молодой человек так не считает. И ему не нравятся эти фасоны. В особенности он просто ненавидел эту юбку. Я ее протаскала, наверное, года два или три. В общем, я ее не снимала ни летом, ни зимой, ни осенью. Я носила ее подо все. Под блузки, под маечки, под кофточки. Мне казалось, что она такая нежная и воздушная. У нее такой материал типа шелка, наверное. Ну, это не шелк, конечно. Но в смысле он такой же тоненький и мягенький. Юбку я эту покупала на распродаже. И стоила она, наверное, рублей 600-700, мне кажется. Это юбка фирмы Stradivarius. В общем, такая вот классная юбка, которую он, к сожалению, ненавидит. И седьмой вопрос. Это зря потраченные деньги или самая неудачная покупка? Я могу с уверенностью сказать, что это туфельки, которые я купила этой весной. Туфли от Карла Пазолини. Такие замшевые, с перепоночкой. В принципе, классические. Я очень люблю туфли с перепонками, потому что это очень удобно. В носке у меня были туфельки от фирмы Centra, которые стоили, наверное, тысячу рублей. Я их таскала года два, наверное. И я могла в них бегать, прыгать, делать все, что угодно. Это была самая удобная обувь, которая у меня была когда-либо в жизни. Но, к сожалению, конкретно таких я там не нашла. Нашла только в Карла Пазолини. Стоили они достаточно дорого. Поэтому мне жалко, что я потратила эти денежки, потому что они оказались очень неудобными. И малы мне буквально на полразмера или даже меньше. И последний вопрос. Три вещи фаворита в твоем гардеробе на данный момент. Над этим вопросом я долго не думала. Я точно знаю, что я отвечу на этот вопрос. И первая вещь это пальто в бежевом цвете. Оно без рукавов. Я просто его обожаю. Я его не снимаю. Оно мне очень нравится. К сожалению, на холодную погоду оно уже не подойдет. Но, тем не менее, я последние теплые денежки стараюсь его донашивать. В общем, очень классно. Оно очень качественно сделано. Мягенькое. Здесь кармашки. С одной и с другой стороны. И это пальто от фирмы Zara. Я не видела таких в Москве, к сожалению. Но я думаю, что они есть. Я просто давно туда не заглядывала. Это пальто Handmade. И периодически в Zara появляются какие-то лимитированные коллекции. И, по-моему, это пальто как раз из нее. Вторая вещь немного неполноценная. Но я не могла ее не включить в свои фавориты. Потому что это абсолютный мастхев моей осени. Это гольфы. И они очень классные. Я их купила в Кальзедонии. И у меня, на самом деле, есть такие в молочном цвете гольфики. И в темном синем цвете с такими зелененькими полосочками. Придает образу такой особый романтизм. И сразу становится так уютно и комфортно. В общем, я люблю, ношу, не снимаю. И третий мой мастхев. Это, конечно же, шляпа. У меня их на данный момент три. Мне кажется, образ становится очень модным, красивым, романтичным. И как-то придает для меня особую атмосферу, в которой мне нравится находиться. Я себя чувствую очень уверенно и классно с ней. Всем большое спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Пока-пока. Всем привет. Меня зовут Аль.